Это сильный соперник. Если расслабиться, будут проблемы. Чтобы не было проблемы. Хорошо, давайте, с первого до паса, давайте. Давай! Три, четыре, Ргутис! Ргутис Подмосковья сегодня самый титулованный клуб страны. В стартовом матче четвертого заключительного этапа чемпионата России девушки сыграли со сборной Дагестана. На поле фавориты и аутсайдеры турнира. Счет, соответствующий. Команда из Подмосковья не оставила сопернику ни единого шанса, выиграв со счетом 32-0. Наверное, больше сложно чисто мышечно, потому что такая погода, слякоть, и как-то может ударить это просто под ногами. А так никаких сопротивлений нам эта команда не дала. Вообще, команде из Подмосковья для общей победы в чемпионате России достаточно войти в четверку лучших команд по итогам этапа в Сочи. Так что звание чемпионов страны им обеспечено уже на 99%. Для тренеров такое уверенное лидерство – отличный шанс попробовать на поле молодежь. Пока все удачно. У нас уже было предыдущие три этапа, где наша команда «Ургутис-Подмосковья» занимала первое место. Соответственно, здесь надо показать, даю возможность молодым игрокам проявить себя и войти в тройку призеров на этом этапе. Тогда чемпионство останется за нами. Конкуренцию клубу «Ургутис-Подмосковья» составляют две команды. Это действующий чемпион страны Енисей и обладатель Кубка России Красный Яр. Клуб из Краснодара к заключительному этапу российского чемпионата подошел на четвертом месте из шести команд. Кстати, Сочи принимает последний российский турнир женских команд по регби-7 в нынешнем году. Дальше сейчас заканчивается чемпионат. Команды возьмут двухнедельный отдых, а дальше будет уже привлекаться сборная. И будет готовиться к отбору на Олимпиаду и играть в мировую серию сейчас два этапа в октябре и в ноябре-декабре. Мировая серия по регби-7 пройдет в Колорадо и Дубае. Ну а пока турнир в Сочи. Завтра клубы проведут свои заключительные встречи. Шесть ярких матчей по 15 минут. Команды ждут больше зрителей. Кстати, на трибунах можно запросто оказаться на соседних креслах с прославленными чемпионами, которые проходят сборы на базе Югспорта. Сегодня, например, за игрой наблюдал скелетонист Александр Третьяков, олимпийский чемпион игр в Сочи.